нищий на пути летом вся его одежда небо и земля мастер в кустах и зимой и летом он одним черным цветом приветствую вас санцеликие стрекозы с вами федорович а то что вы смотрите это видео означает лишь одно некий милостивый и вселенской судьбы привели вас сюда для того чтобы сделать более сильным и более величественным можно сказать само провидение взяло вас за ручку и решила сделать из вас великого ниндзя и я вас этому научу в конце видео но сначала нам нужно подготовиться чтобы жизнь была безоблачной нужно уметь подниматься выше облаков а чтобы стать лучшим мастером нужно уметь забирать леопардовые лосины у прохожих модниц и шить из них себе лучший костюм зачем мастер выбежал на камни среди реки и я не знаю возможно он хотел показать что его костюм сливается с дикой природой как затаившийся ягуар справляющий нужду в общем это останется такой же величайшей загадкой как и боевой раскрас его костюма но вот смертельную технику отрывание руки его смертельной школы прекрасных ниндзей мы все-таки изучим я вас прекрасно понимаю я знаю что многие из вас достигли уже небывалых высот как гусь летящий за орлом поэтому покажу вам технику с одним из самых опасных оружий инициативный дурак уже террориста а мастер-изобретатель угроза человечеству то что вы сейчас видите очень серьезно и совсем не смешно вы представляете когда два таких огнеметчика кунг-фуиста сойдутся в смертельной битве в ближайшей наливайке они же уничтожат целый город ведь ничего не горит более прекрасно чем спирт да слышал я уже эти возражения рукожопные огнеметы это оружие будущего дай нам реальную технику защиты в кабаках я и даю жизнь это не те дни которые прошли а те которые запомнились а драки в помнят все особенно когда ты красиво побеждал одичавших гопников с ножами легкими и грациозными движениями со стулом кстати каждый ниндзя должен уметь убивать любым предметом особенно когда он беззаботно пытается залить водярой воспоминания сотни убитых противников а ему в это время мешают желающие выпить на халяву под большим деревом всегда есть хворост а у мастера всегда будут ученики которые не захотят убивать своих противников направо и налево именно для таких милосердных и нужна эта техника бабки под подъездом как гопники постоянно грызут семечки и знают всех на районе на настоящий ниндзя должен уметь управляться не только с мечом косой и сюрикеном но и с веером ибо освоить это смертельно разящее оружие более безопасно хотя бы себе ничего не отрубаешь когда он выпадет из кривых рук только через боли слезы жирная гусеница может стать прекрасной бабочкой а вы прекрасные гусеницы только через пельменные чебуречные сможете стать жирными бабочками все время пришло изучайте великую технику ниндзи скрестный шаг крадущегося тигра это великая техника всех ниндзей которые вышли на тропу беспощадных убийц этот метод перемещения бесшумный и незаметный техника скрытого перемещения и познавения под названием справляющий нужду в кустах олень отрабатывалась веками чтобы в наше время идиоты которые не могут пошить нормальный костюм бегали по лесам щулком на голове и ухайдохивали ни в чём не повинных охотников настоящий мастер в чулке может незаметно подкрасться к охотнику пьяному в говно ведь по-другому на охоте делать нечего на пустой поляне так чтобы его залитые сливой глаза ничего не видели и бросить ему в глаза пол тела волшебного снежка от которого несчастный охотник который просто хотел забухать вдали от сварливой жены и детей спиногрызов впадет в полный экстаз будет притворяться что он слепой тупизень и не видит рахита у себя за спиной и даже сможет оказать сопротивление великому мастеру который полчаса возится с бухим и обнюханным противником на которого неожиданно напал техника маскировки в тени деревьев и еще одно великое искусство которые домашние ниндзи взяли у псай бота из мортал комбата на sega мега драйв 16 бит главное отличие настоящего ниндзи в том что он может успешно прятаться и за столетним дубом и за обычным бетонным столбом ведь великий ниндзя должен быть дрыщом но чтобы все противники сразу узнавали в чудаке с чулком на голове и робе тракториста настоящего ниндзю нужно всегда растопыривать пальцы в разные стороны когда ходишь бегаешь и прячешься у каждого настоящего ниндзи есть страшный враг в берете спецназа очках столоны и с арбалетом в руках и в этом нет ничего удивительного все террористы используют исключительно арбалеты так вот только техника ниндзи сможет одолеть такого страшного врага все что для этого нужно пробежать как слоняра среди поля вдоль забора который насквозь видно затем залезть на здание как неуклюжий медведь карабкающийся на тонкую березу ну и в конце совершить фатальный прыжок на противника сверху хлопнув по плечам от чего он конечно же сразу умрет ведь это смертельная техника ниндзи подписывайтесь на канал ставьте лайк жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях а в коментах напишите где и кому вы в первую очередь продемонстрируете свою технику ниндзи а поддержать канал и получить мою благодарность за рядом силы че вы можете став спонсором канала даже за символическую сумму в пару долларов по ссылке в описании или возле кнопки подписаться обретя таким образом вечное бессмертие и славу мастер благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках и к защита то вы любого человека вот я могу двумя пальцами взять у человека вот так вот кодык достать понимает не напрягаясь как бы не отходим до этого образа представляем что мы медведи нас окружили волки начинаем танцевать и отбиваться соответственно приветствую вас санцеликие тигры вниз центр вверх центр вниз центр вверх центр все прямой уклон боковой апперкот печень и правый локоть режем его можно бить сбоку его можно бить немножко сверху вниз это все по противнику суть работы очень простая ты подбрасываешь мячик и пока он опускается стараешься попасть по нему локтем левый фронт остановили правым коленом сократили дистанцию зашли в корпус правый локоть пробили и левое колено давать вот такой казалось бы простой комплекс всего из четырех упражнений меня вымотал капитально то есть тяжелее чем работа в спарринге слава н м а